Водонапорная башня на площади Маркса считается одним из символов города. В 2005 году ее признали памятником архитектуры. Несколько лет назад здание выкупил Александр Гинтер. Теперь здесь появилось креативное пространство. Но и территорию вокруг башни планируют менять. Ремонт в башне уже близок к завершению. Шестой, седьмой, восьмой этажи готовы принять мероприятие. И мероприятия уже проводятся. Например, на седьмом этаже прошел акустический квартирник «Джем» на башне. На восьмом этаже состоялось несколько концертов. Здесь, на этом этаже, такой индустриально-минималистичный стиль. Можно сказать, скандинавская бедность. Установлены софиты. Они бьют прямо в ниши, где были кронштейны от баков. Это придает свету объем. У нас вот здесь есть огнетушители. Мы хотим пригласить художников, чтобы они их расписали. И получилась такая навигация по башне. Студентам из разных университетов предложили создать проект благоустройства территории. А пока заказчики фантазируют о будущих изменениях. Территория башни практически изолирована. И, конечно, на этой самой большой площади Новосибирска не хватает уюта и вот таких каких-то камерных уголков. Мы думаем, что эта территория точно может быть более такой привлекательной, насыщенной разными такими микрокультурными пространствами. С одной стороны, безусловно, это какая-то такая небольшая событийная площадка, которая в режиме вот такой открытой летней веранды может работать. С другой стороны, это какие-то вот такие точки крафта временно событийные или такие постоянные открытые. Может быть, не знаю, какой-то классный сувенирный магазинчик здесь может быть, на мой взгляд. Где вот человек, который почувствовал вот этот дух, не знаю, там самой башни, левого берега ее истории. В планах проекта есть цель сделать дополнительный вход к территории башни. Пока что вход есть только с улицы Ватутина. Если дополнительный вход появится со стороны сквера башни, который находится рядом со мной, люди смогут беспрепятственно проходить от метро площадь Маркса по скверу. Но рядом со сквером находится рынок, и мы думаем, как решить проблему, чтобы мимо рынка можно было спокойно проходить и добираться до башни беспрепятственно. Уже на этой неделе студенты впервые увидят территорию, а готовый проект ребята представят к концу октября.